Появятся слайды. Меня зовут Татьяна Старовойтова, я директор ресторана «Китайская кухня Гонг» и семейного кафе «Грэнд Ма». Сегодня мы с вами поговорим, почему ошибки – это нормально, и как выиграть битву за клиентов в наших случаях, так как мы говорим про сферу гостеприимства, это все-таки мы говорим про гостей. Немножечко расскажу о своих ресторанах. Первый ресторан, который мы открыли в 2017 году – это ресторан «Китайская кухня Гонг». Успех был ошеломляющим. У нас выстраивались очереди, которые доходили до 20 человек, очень много было желающих и людей, которые хотели попробовать китайскую кухню, скажем так, в нашей интерпретации. В общем, ресторан на 90% состоит из блюд китайской кухни, плюс мы немножечко разбавили из соседних стран Таиланд, Сингапур, Вьетнам. Ну, так, например, суп «Томьян», который уже на уровне такого народного русского супа. Вот. Ресторан за три года участвовал во множестве различных премий и областных, локальных, и на всероссийские масштабы, где мы становились победителями, призерами, что особенно мне приятно, ну и, соответственно, нашим гостям, которые нас посещают. Ресторан рассчитан на посадку до 80 человек, то есть это такой достаточно большой ресторан, но также мы осуществляем доставку, и плюс к нам гости приходят, забирают заказ самостоятельно, то есть блюдо на вынос. Меня слышно хорошо? Все хорошо? Да? Все отлично. В период пандемии, то есть с конца марта этого года и по сегодняшний момент, мы сохранили 93% наших сотрудников. Это, ну, скажем так, мой особенный предмет гордости. Когда достаточно тяжело было с работой, мы смогли сделать так, чтобы обеспечить каждого нашего сотрудника, кто-то переквалифицировался, но тем не менее наш костяк наших сотрудников мы сохранили. Ну и если брать среднюю статистику, то в год мы примерно кормим 50 тысяч гостей, то есть это, ну, вот так чуть больше, наверное, города Южноуральска за год через наш ресторан проходит. Ну, это если вкратце про ресторан Гонг. Я хочу, кстати, извиниться. Для меня это немножечко волнительно. Я одно из моих первых выступлений, поэтому прошу за это простить. Второе заведение – семейное кафе «Грэн Ма», которое мы открыли в прошлом году. Это очень уютное семейное заведение. По будням пользуется популярность завтраки, ланча, выходные. Очень много семей с детьми. Там есть игровая комната, в которой работает аниматор. То есть идея была, почему «Грэн Ма» мы хотели собрать лучшие рецепты бабушек мира. Нам показалось это очень интересно. Далеко, к сожалению, не у всех уже есть бабушки, но есть какие-то блюда, по которым люди скучают, и которые мы с радостью готовим в стенах нашего кафе. Чем еще отличается? Я сама по себе грибник, очень люблю лес. Мы очень много в этом году собрали различных грибов соленых, маринованных наделали. Варенье, компотов, которые мы также продаем в нашем заведении. То есть это можно как в заведении попробовать, так и просто прийти, купить и забрать это домой. Так, ну, в принципе, вкратце, наверное, это все по заведениям. И мы, собственно говоря, переходим к следующему слайду. Переходим, скажем так, в мое сегодняшнее такое выступление. Будет разбито на три блока. И первый – это блок «Как сохранить командный дух». На фото сотрудники повара ресторана китайской кухни «Гонг». И, ну, в принципе, их лица как раз-таки отражают настроение. Мне хочется искренне верить, что люди, которые работают вместе со мной, они, правда, получают от этого удовольствие. Мы переходим к следующему слайду. «Сохранить командный дух». Мы… Я разделила на пять, скажем так, принципов. На самом деле один вытекает из другого, но так по очереди я про каждую пробегусь. Первый принцип – только работая в команде, можно получить больше результат. Любое предприятие – это определенный организм, и если он будет работать как часы, слаженно, если все сотрудники будут выполнять свои, скажем так, цели, поставленные руководителем, то, соответственно, мы получим больше результатов. Второй принцип – общайтесь с командой, советуйтесь. Система ринга. Благодарите ваших сотрудников. Я хочу вкратце рассказать про систему ринга, которую мы используем. Это японская система, когда какой-то закон придумывается, ну, скажем так, на уровне демократии. Очень коротко пробегусь. Например, решила я, генеральный директор, что у меня теперь каждый день сотрудники должны петь. Собираю я руководителей подразделений. Шеф-повар мне говорит, Татьяна, мы готовы петь поварами, но только вторник и четверг. Шеф-бармен, например, говорит, вы знаете, Татьяна, мне бы было удобно, если бы мы пели в футболках, а не в рубашках. Ну, и, в общем, каждый руководитель подразделения вносит какое-то коррективу, замечание в тот, скажем так, законопроект, который я предлагаю. После этого это все прописывается в некий документ, и руководители подразделения подписывают этот документ. Это означает, что все, что они хотели изменить, они уже изменили, и теперь они должны беспрекословно исполнять этот закон, это правило, которое мы вместе придумали. На самом деле это очень интересно. Когда ты не тоталитарно говоришь своему сотруднику, ты должен делать так, и никаких путей назад нет. Это очень помогает сближать команду. Можно я быстро кину маску, она мне немножко мешается. Вот, помогает сближать команду. Переходим к третьему принципу. Разбирайте различные рабочие ситуации на планерках перед началом смены. Отношения партнерства, победа и поражение вместе. Мы все прекрасно знаем, что мы все люди, и бывает, кто-то без настроения пришел, кто-то не в духе. И это не обязательно даже говорить про сотрудника, может быть, с гостем. И бывают какие-то ситуации, которые кажутся нам незначительными, но на самом деле они, правда, очень важны, потому что главная цель – это чтобы нашим гостям было комфортно у нас. Приведу пример с гирляндой. В 2017 году мы только открыли гонг, первая подготовка к Новому году. Мы заказали огромные гирлянды во все окна и, в общем, получили очень много негативных замечаний, на которые мы сначала не понимали, почему люди на гирлянды так негативно реагируют. Потом, когда мы все-таки поняли, что надо как-то реагировать, спросили у некоторых гостей, и выяснилось, что гостей просто беспокоит этот свет, который постоянно рябит и рябит и рябит. То есть люди с вечером с работы пришли, им хочется, чтобы тихо было, спокойно, а тут у них что-то мельтешит, мельтешит. Мы просто перестроили режим, сделали спокойную гирлянду, которая просто светила, и сразу всем стало хорошо. И гостям от новогоднего настроения, что их ничего не беспокоит, ну и, соответственно, нам, потому что конечный результат, гостю стало у нас комфортно. Четвертый пункт. Делитесь опытом и жизненными ситуациями. Я сама прошла путь от официанта ресторана до собственника бизнеса. Длиной этот путь у меня был, получается, в 13-14 лет. В 2004 году я пришла в ресторан официантом, и в 2016 году мы открыли первое предприятие. Ну и, соответственно, вот гонг сейчас у меня и Гренма, получается, ну вот, да, 13 лет прошло. И на самом деле я, ну, надо сказать, наверное, была неплохим официантом, потому что некоторые из этих гостей теперь приходят ко мне, которые когда-то я обслуживала как официант, они сейчас приходят ко мне уже как к собственнику ресторана, которые гости со мной идут, ну, скажем так, уже десятилетиями. И мне есть что рассказать своим сотрудникам, своим официантам, и я обязательно рассказываю, потому что гости бывают разные. Бывают конфликтные гости. Опять же, плохое настроение, да, мы говорили, бывают пьяненькие гости, как с ними корректно нужно себя вести. Гости с детьми, еще что-то. Ну, то есть очень важно, если у вас как у руководителей есть опыт, обязательно делитесь не в теории, что ты должен вот так, а в практике. Ты знаешь, вот смотри, Маш, в моей ситуации в жизни была такая подобная ситуация, и я в данной ситуации поступила вот так, и гость остался доволен. Ну, не стесняйтесь и обязательно, еще раз повторюсь, делитесь практикой с вашими сотрудниками, не жадничайте. Так, ну и пятый пункт – расставайтесь с единоличниками. Я на самом деле очень тяжело расстаюсь с людьми, стараюсь давать какие-то пятые и десятые шансы, но опыт показывает, что все-таки это делать не надо. Я, конечно, с годами уже становлюсь более жестким руководителем, но первые годы мне было достаточно тяжело принимать эти решения. Но приведу пример с опозданиями. То есть у вас есть определенный регламент, правила внутреннего распорядка на предприятие. Вдруг у вас приходит новый сотрудник, который начинает систематически опаздывать. Сегодня на 15 минут, завтра на 30 минут, послезавтра опять на 15 минут. И казалось бы, ну что, жалко что ли? Но остальные сотрудники начинают на него смотреть. Так, я тоже с утра люблю поспать. Почему я на работу к половине девятого приезжаю, а этот в 15 минут десятого заявился? Я бы тоже эти 45 минут с удовольствием поспала, не плелась там по пробкам на маршрутке. Соответственно, люди начинают, остальной коллектив начинает подрывать твои правила внутреннего распорядка, потому что они, если видят, что один так делает, соответственно, и нам тоже можно. Поэтому с такими нарушителями нужно бороться. И если все-таки они не слышат, а чаще всего, к сожалению, так и бывает, то приходится расставаться. У меня, правда, был и положительный случай. У меня один повар очень долго опаздывал. И я с ним и так, ну, Санечка, ну, пожалуйста, ну, давай, ну, посмотри, ну, давай пораньше будешь на работу выходить. А в итоге это была зима, я просто ему дала в руки ломик, и он просто перед входом расчищал у нас, долбил лед и подготавливал площадку для наших гостей, чтобы им было комфортно. У него руки по неделю горели, мозоли были, но он этот урок усвоил. И Санечка, кстати, работает у нас уже третий год и больше не опаздывает. Я против штрафов, я против каких-то именно наказаний финансовых, потому что люди все-таки приходят к нам зарабатывать. Но трудотерапия, она вообще никогда не бывает лишней. Ну, собственно говоря, это вкратце, если про пять принципов нашей команды. Если, так, ну, мы можем на следующий слайд уже переключить. Если обобщить, я на самом деле горжусь своей командой, те, кто со мной работают. У меня люди, примерно 25% моей команды работают со мной с открытия. Я считаю, что это очень важно, потому что сейчас, особенно в сфере общепита, официанты, бармены, повара, они постоянно меняют заведения, переходят с одного на другое. Со мной ребята работают, работают годами, доверяют мне. Это самое важное. Ну, и здесь вот так, если можно, я вот так вот вперед могу сделать. Мне не очень хорошо видно просто. Я прочитаю, потому что я прям горжусь этой фразой, я ее придумывала. Наш бизнес – это живой организм. Реальные живые люди продают товар и услуги для таких же живых людей. Сделайте ваших сотрудникам амбассадорами вашего продукта, и вы будете счастливы. И будет вам счастье. Вот так, если точно. На самом деле, во многих заведениях, опять же, запрещают посещать рестораны, кафе тем сотрудникам, которые работают. Я же, наоборот, одабриваю и даю корпоративную скидку для того, чтобы люди ели, пили, пробовали то, что они продают, кайфовали, получали от этого удовольствие. И потом с этим кайфом доносили, что вы попробуйте вот это блюдо, оно правда классное. Когда сотрудник не впаривает, потому что он хочет зарплату заработать, там проценты, а он реально верит в свой товар, который он продает. И реально получает... Он хочет видеть... У нас иногда первый гость придет, он ни разу у нас не был. Мы вот так вот возле бара стоим и смотрим, потому что человек ест, ему прям так вкусно, а нам очень жаль, потому что мы это уже много раз ели и пробовали, и у нас уже первого впечатления никогда не будет. Ну вот, собственно говоря, если вкратце про корпоративный дух. Вот, кстати, на фото 27 сотрудников. Я посчитала, получается, 17 сотрудников на данный момент. Эта фотография сделана в октябре прошлого года, на два года дня рождения Гонга. Из 27 человек 17 работают на сегодняшний момент. 10 по тем или иным причинам нас оставили. Но хочу сказать, что из этих 10, 5 просто сменили место жительства. Это Ростов, Казань, Израиль. Ну, то есть люди разъехались в разные части мира. Три человека в период пандемии уволились и полностью поменяли профессию. То есть если он работал поваром, сейчас, например, работает на сборке мебели. Но мы все прекрасно понимаем. Не все хотят работе поварской, в том числе посвящать всю жизнь, поэтому вот так. Ну, и два человека уволились по каким-то другим причинам. Ну, это тоже такой мой личный предмет гордости, что люди хотят со мной работать. Любите своих сотрудников, и они будут зарабатывать для вас деньги. Переходим к следующему слайду. Как работать с лидерами мнений и отслеживать влияние отзывов на прибыль? А у меня там вот какая-то штучка выскочила. Кого там есть возможность обойти, посмотреть, попросить? Она мне немножечко мешает. Вон там, да, вон там, в правом углу в нижнем. Спасибо большое. Здесь я буду говорить про обратную связь, про гостей, которую я очень люблю и обожаю. Очень много гостей, которые знают меня лично. В ресторане «Гонг» на входе мы в этом году повесили огромный плакат с моим лицом, очень нескромно. Но, тем не менее, я встречаю гостей со входа. На входе в заведение висит, опять же, моя фотография, мой номер, личный номер телефона, по которому гости могут позвонить. И если есть какое-то замечание или пожелание, либо просто сказать, как они круто провели время, я всегда рада звонку и всегда выслушаю. Ну, в данный момент больше, конечно, в социальной сети я обратной связи получаю. Переходим к следующему слайду. Ну, и вот, собственно говоря, переходим к небольшому бонусу про то, что я говорила, что я очень люблю обратную связь. Собственно говоря, мы запустили пиццы, запустили в том числе доставки. Всех участников я приглашаю в семейное кафе «Гранма» по паролю «Бабуля на Битриксе» с 3-го, то есть с сегодняшнего дня по 10 декабря включительно. Придите, назовите пароль «Бабуля на Битриксе», и вы получите пиццу в подарок. Так, если вы ее съедите и дадите какую-то обратную связь нашим сотрудникам, я буду вам за это очень благодарна. Ну, а нет, если вам будет вкусно, я, в принципе, просто за вас порадуюсь. Так, ну, переходим к следующему слайду про важность обратной связи, как мы вообще, в принципе, работаем с обратной связью. Я не из тех руководителей, которые говорят, что «Ой, у нас и так все замечательно, что они там говорят?» Нет, я всегда очень внимательно выслушиваю. Мы все всегда записываем и реагируем вообще просто на малейшую какое-то замечание, пожелание, которое озвучивает наш гость. Потому что я лично считаю, что если человек дает вам обратную связь, то есть если человек пришел, ему не понравилось, он промолчал, сказал нормально и ушел, и больше никогда к вам не вернулся, это плохо, правда? Но если человек придет, что-то его забеспокоит, не понравится, он вам озвучит это. Я считаю, что когда человек озвучивается, что ему не устраивает, это означает, что ему, в принципе, у вас понравилось, у вас хорошо, но нужно вот это подправить еще вот это, и тогда у вас будет вообще идеально, и тогда ему будет максимально комфортно вас посещать. Поэтому не стоит пренебрегать обратной связью от гостей. Как работаем мы с отзывами гостей? Мы собираем все отзывы. У нас есть специальная тетрадь, которая находится у официантов возле кассы. Туда они записывают любую мелочь. Сегодня том-ям особенно острый. Сегодня мед восхитительно сладкий. Сегодня особенные треки музыкальные звучали. Сегодня там еще что-то. То есть малейшее. Вот вообще они все, 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 что они посчитали важным и нужным, они обязательно все записывают. После этого мы переходим ко второму этапу – сортировать по подразделениям. То есть из этой тетрадки отзывы выносятся в Excel-таблицу. Отдельно для кухни – подразделение шеф-повара. Отдельно для бара – подразделение шеф-бармена. И отдельно зал – это подразделение управляющего ресторана. И переносим все эти замечания, которые поступали в течение всего дня, вот в эту Excel-таблицу. Благодарю. После этого начинаем прорабатывать наиболее часто повторяющиеся замечания. Например, если гость два дня подряд говорит, что сегодня блюдо особенно острое. У нас была такая ситуация. Мы уже потом поняли, что она имеет место быть. Яркий самый пример приведу. По осени рыба уходит, очень много рыбы уходит в нерест. И так как она возле берега, у нее, скажем так, не знаю, может быть, вы как потребители тоже обращали внимание, появляется такой некий неприятный вкус болоты, что ли. Мы в первый год обалдели и не понимали, почему. Но мы соблюдаем технологии, все хорошо, блюда тоже, соусы те же. Блюда не получается, вкус не тот. Потом мы разобрались с этой ситуацией, и теперь мы уже знаем, что вот есть определенные периоды с определенными продуктами, когда нужно очень осторожно либо менять, либо убирать это блюдо из меню для того, чтобы доставлять минимальный дискомфорт для наших гостей. Или, например, была такая ситуация с перцем чили, который собирают, вот он когда свежемолотый, он очень острый. А так было, что нам поставщики в основном привозили уже, который какое-то время полежал. И вдруг нам привозят свежемолотый перец, красный чили, и мы по привычке там щепоточку кладем, а он жутко острый, и люди жалуются, невозможно есть, а мы ничего не можем понять, ведь мы кладем по технологическим картам, как вот разработал шеф-повар, ну и в процессе выясняется... Все уже? Ага, все, хорошо. Так, быть... в общем... Я вообще ничего не успевала. Четвертый пункт – это значит быть самим в роли гостя. Я сама периодически посещаю заведение, кушаю там, пью и обязательно контролирую этот момент. Пятый пункт – пользоваться услугами тайного гостя. Это тоже очень важный момент, потому что наше мнение, оно все равно достаточно субъективное. Это же наше детище, мы же его любим и уважаем, и ценим, и поэтому мы не можем все равно видеть нехорошее. Мы у себя видим только хорошее. Шестое – это собирать обратную связь от гостей, что можно улучшить, чтобы сделать посещение более комфортным. Я не успела рассказать про третий пункт. Вы мне дадите две минуты еще? Я очень быстро расскажу. Давайте вместе. Давайте. Я просто... Хорошо. Я давайте... простите, я что-то... Я сегодня несколько раз прогоняла, но что-то пошло не так у меня. Переходим к следующему слайду. Третий слайд как раз... То есть первое – это у нас была команда, второе – это отзывы гостей, и третье – бухгалтерия. Бухгалтерия и, соответственно, управленческий отчет, который издает ежемесячно управляющий. В период пандемии мы поняли, что нам... Мы не можем себе позволить только раз в месяц проверять, в плюсе мы или в минусе. Нужно контролировать расходы ежедневно. Поэтому мы смотрим следующий слайд. Мы разработали три таблицы и отслеживали выручку, прибыль, скажем так, предприятия ежедневно. Были постоянные расходы, и были переменные расходы. Они у вас могут отличаться, потому что я это на основании сделала, ну, с нашего. У вас они могут быть разные. Там программы, например, такси у кого-то может не быть. Постоянные расходы – это, значит, бытовая химия, налоги, коммунальные платежи, маркин, текущие расходы, кредиты. Эта сумма примерно верно из месяца в месяц одинаковая. Берете и складываете, делите на 30 дней и добавляете, получается, у вас, вот, есть у вас сумма, которая у вас в день, например, вы должны 10 тысяч рублей заложить на постоянные расходы. Берем переменные расходы, которые зависят от выручки. Тут они тоже перечислены. Следующий слайд. После этого берем переменные расходы, складываем с постоянными расходами, берем выручку, отнимаем эти расходы. Если у вас плюс, вы на верном пути. Если минус, обязательно нужно оптимизировать расходы, пересматривать заработную плату и так далее, и аренду, и коммунальную, и экономить. И, в общем, будет тогда вам тоже счастье. Спасибо большое. Я уложилась две минуты. Да, пожалуйста, да, вы, безусловно, уложились две минуты. Я думаю, что у нас на вопросы времени практически не остается. Но, в принципе, страшного в этом ничего нет, потому что, ну, я так понял, вы очень открыты к аудитории, и к вам реально можно прийти в ресторан и просто с вами пообщаться. Скажу честно, амбассадоры вашего ресторана есть не только среди ваших сотрудников, но и среди наших сотрудников, понимаете. Один из ведущих наших менеджеров говорит, Слав, слушайте, там вообще отлично, там очень вкусно. Ярослав говорит, там, говорит, в последнее время, говорит, порции просто я, говорит, не могу съесть. Нет, серьезно. Вот я такой думаю, ну, все-таки надо сходить, сходил и не пожалел. Да, я рада, спасибо большое. Поэтому великолепное заведение. Благодарю за выбор гонга. Вот, ну что ж, наверное, на этом этапе мы постепенно... Один вопрос, мне говорят, один вопрос можно задать. Ура! Один вопрос. Так, какой же выбрать? Подскажите, пожалуйста, как набрать для себя верную команду, с которой будет приятно работать? У вас есть, может быть, какие-то рецепты? На самом деле команда сформировалась только примерно года полтора как. Так, самое важное, что было, найти именно лидеров подразделений, руководителей. То есть я генеральный директор, в моем случае это шеф-повар, шеф-бармен и управляющий, чтобы они безоговорочно верили тому, что вы делаете, верили вашим словам, которые вот делай так, и будет успех. А они уже транслируют это на рядовых сотрудников. Замечательный рецепт. Короче, нужно, чтобы люди просто постарели. Да, да, по-другому никак. И вы выходите перед строем ваших сотрудников, вы говорите, вперед, и они тоже... А, примерно так и происходит. Мы три раза в год проводим корпоративы для команды, где мы все дружно, все вместе собираемся. И, собственно говоря, примерно вот как вы описали спарта. Ну что ж, большое спасибо вам за выступление. Я так понял, это было одно из дебютных выступлений. Онлайн, да. Тяжеловато мне онлайн. Ну, понятно, что там есть камера просто, а не живая аудитория, поэтому это, возможно, непривычно. Но поздравляю вас с дебютом. Спасибо большое. Спасибо. Всего хорошего. Все, до новых встреч в ресторане Гонг. До новых встреч в ресторане.